Согласились приехать. Слава Богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имея в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас уверенный рост восстановлений. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики и активно работает у нас Межправкомиссия. Там много направлений сотрудничества. В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами уже в АПАКО. Они встречаются регулярно на разных площадках. Это будет смешанная группа по разным направлениям, имеются в виду и промышленности, и транспорт, инфраструктура, некоторые другие вопросы. Мы сотрудничаем сейчас и всё активнее в борьбе с коронавирусом. По-моему, 100 тысяч уже поставлено. Больше тоже. Да. И работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана. Разумеется, одним из самых важных вопросов остаётся вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете, но, разумеется, очень большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, то мы должны идти по этому пути. Но до сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, в первую очередь, за приглашение. Тоже очень рад вас видеть. Хорошая возможность снова обсудить важные вопросы нашего взаимодействия. Спасибо за поздравления. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить всех мусульман России с праздником Гурбан-Байрам. Это праздник солидарности, праздник единения. И, конечно же, по двусторонней повестке дня я с вами полностью согласен, что мы движемся очень уверенно. Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10%. Также активно наращиваем сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений. Мне дали информацию, что по транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году. Так что коридор уже работает, можно сказать, в большом объёме. Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз, спутник В. И ещё ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность. И, конечно, также очень трудно, наверное, успеть обеспечить всех. Но как друзья, как партнёры, я ещё раз хочу выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины. Хотел бы также сообщить вам, что в этом году был первый выпуск филиала первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Это знаменательное событие. Время идёт быстро. И у нас в двух филиалах МГУ и Сеченова обучается более тысячи студентов. А азербайджанских студентов, обучающихся в России, более 15 тысяч. А 16 тысяч студентов Азербайджана обучаются в Азербайджане на отделении русского языка. Так что вот такая большая когорта азербайджанской молодёжи, которая уже связана с Россией языком и общением, образованием. Это, думаю, очень важно в деле передачи нашего опыта подрастающему поколению. Ну и, конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов. Мы с вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий, потому что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. И, думаю, общими усилиями нам это удается. Еще раз благодарю за приглашение и, конечно, обсудим важные вопросы взаимодействия региональной проблематики.